Продолжаем наш выпуск. В этом году День России совпал с Троицей, одним из самых главных православных праздников. А в минувшие выходные в Некрасовское всего на несколько часов были привезены мощи святого апостола Андрея Первозванного. Поклониться святыне успели более тысячи наших земляков. Среди них был наш оператор. Чтобы приложиться к чудотворным мощам в крупных городах, люди выстаивают многочасовые очереди. Некрасовским прихожанам на такие жертвы идти не пришлось. Заветный ковчег был доступен в течение всей божественной литургии в храме Утали Моя Печаль. По евангельскому преданию апостол Андрей был первым, кто внял призыву Христа освободиться от грехов и последовал за Спасителем. Поэтому его и именуют Первозванным. После воскрешения и Вознесения Христова апостол Андрей совершил несколько путешествий с проповедью Слова Божия, в том числе в Восточную Европу. По преданию, вошедшим в русские летописи, он проделал путь из варяг в греки, посетив места, где впоследствии были основаны Киев и Великий Новгород, и предсказав, что в этих городах воссияет свет Христовой веры. Именно этот святой почитался на Руси как ее покровитель и просветитель. Русская церковь, принявшая веру из Византии, епископы которой ведут преемство от апостола Андрея, тоже считает себя его преемницей. По окончании божественной литургии в храме «Утолимая печаль» мощи были перевезены в храм Рождества Богородицы, где состоялся молебен, во время которого прихожане также смогли приложиться к святыне. Основанием для почитания святых мощей служит учение православной церкви о мощах как носителях благодатных сил. Дело тут не столько в нетленности останков, сколько в присущей им благодатной силе Божьей, с которой верующие связывают чудесные исцеления и другие дары. Орден святого апостола Андрея Первозванного, учрежденный Петром I, являлся высшей государственной наградой Российской империи, а с конца 90-х годов стал одной из высших государственных наград современной России. А в народе апостола Андрея считают покровителем моряков и рыбаков, коих немало и среди некрасовцев. Девушки на выдане молятся Андрею Первозванного о даровании хороших женихов. Считается, что святые слышат разные просьбы и исполняют то, что ко благу. Продолжение следует...